Золотое перо. Под таким названием прошел областной творческий конкурс среди лиц с ограниченными возможностями. Талантливые люди региона переместили на бумагу свои переживания, мысли и чувства. Участники отмечены в двух номинациях «Поэзия в душе моей» и «Моя проза, моя жизнь». Церемония награждения прошла в офисе объединения инвалидов «Ардос Жирек». Участвовали талантливые люди всех возрастов. Пять человек из Петропавловск и четыре из районов Североказахстанской области. Всех наградили почетными грамотами и призами. Принимают участие люди с молодежи. И мы сделали так, что мы поделили на две категории, дети и взрослые, и сделали две номинации. То есть это проза и те, кто пишет стихи и поэзии. Сегодня, к сожалению, у нас не могут все принять участие, потому что у кого-то состояние здоровья не позволяет. У кого-то ситуация с пандемией тоже их настораживает. И поэтому мы сегодня проведем в таком спрессном формате. К нам подключатся ребята через Zoom. У участницы седьмого класса Жизиры много увлечений. Она любит рисовать, самостоятельно занимается художественной гимнастикой и пишет прозу. В свои 13 лет она задумывается о будущей профессии. В планах у участницы конкурса стать дизайнером и открыть свой бизнес. Я подготовлю прозу, кем я буду. Мое будущее, я хочу стать дизайнером. Я рисую рисунки, эскизы. И хочу, чтобы бизнес начал процветать. Мне помогали прозу. И моя учительница Ирина Анатольевна, я ей благодарю, что она мне помогала. По словам директора объединения инвалидов Ордос Жирек, близится ежегодный фестиваль «Искусство без границ». Именно здесь участники смогут продемонстрировать свои художественные способности. Айман Кузимбаева, Анатолий Белонок, Служба новостей.